Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас моя любимая Лена и как относился замес. Мы с вами именно на этих руках разбирали рецепт вот этого волшебного материала, смешивали его самостоятельно. Потом в следующих роликах решили, что лучше, чтобы была какая-то универсальная основа для этого замеса. Так вот, в магазине появился материал универсальная пастель, которую вы можете купить, добавить туда любую капельку гель-лака и получить тот замес, который вам нужен, того цвета, которого вам нужно. Но, к сожалению, пока этого материала немного, поэтому он в доступе только для моих учеников. Немножечко подождите, и он появится для всех. Буквально недельки через две я сделаю объявление. Универсальная пастель будет в магазине. В общем, в доступе ссылочка на магазин, как обычно, в описании. Итак, как мы видим, замес относился отличнейшим образом. От слоек, от ломов, сколов, ничего у нас нет. Все хорошо. Ногти выглядят совершенно отлично, поэтому выполняем коррекцию. Поскольку мы сегодня будем выполнять коррекцию другим видом цветного материала, цвет предыдущий нам нужно снять максимально. Почему? Потому что, если мы плохо снимем предыдущий материал, следующий материал при опиле может пойти пятнами, потому что пропилится тот материал, который мы плохо сняли снизу, и, соответственно, снимется цвет, который мы положим сверху. Поэтому единственный минус при работе с этим материалом, это вот это вот огромнейшее количество опила, которое нужно производить в начале коррекции. Но, опять же, поскольку мы работаем в начале коррекции в основном фрезером, нам нужно этот материал снимать, поэтому на скорость работы в конечном итоге это никак не влияет. Это все равно получается быстрее, чем выполнять прозрачным материалом какую-то коррекцию и потом красить цветом. Ну и сегодня мы будем опять бороться с моим нелюбимым видом дизайна – амбре. И, кстати, вот в этот раз такие амбре у меня получилось. Только вот в таком виде мне понравилось делать этот вид дизайна. Многие из вас уже знают мою нелюбовь к всяким амбрешным градиентам. Почему? Потому что это требует очень много времени на выполнение. Потому что перемешать друг с другом цвета нужно прям потратить целую кучу времени. И для меня этот дизайн не выглядит на то время, сколько на него надо потратить. То есть для меня он настолько скучный, что мне жалко тратить на него такое огромное количество времени. Так вот, у меня два вида цветного смешанного материала. Этими двумя видами цветного смешанного материала на первом слое я выполняю градиент. Вторым слоем перекрываю сверху сиреневым оттенком и потом приопили получу мягенький градиент, который мне понравится. Для того, чтобы его еще немножечко присмягчить, даже нет, не так. Градиент получился замечательный в конечном итоге. Но сам оттенок стального серого цвета нам на кончике не понравился. Выглядит немного грязновато. Надо было взять просто другой оттенок цвета на кончик. И для того, чтобы этот оттенок цвета серого немножечко присмягчить и опять же довести вот это вот цветное покрытие до кутикулы, мы выполнили финтушами. Этот финтушами мы с вами посмотрим немножечко попозже в этом же ролике. Так вот, опиливаем нашу архитектуру ногтя, опиливаем по схеме пила миндаль. Схема пила миндаль есть у меня на канале. Вы уже ее все посмотрели. Кто не посмотрел, тот виноват сам. И после того, как у нас все опилено, все маникюры отстрижены, мы берем малюсенькое количество материала и доводим его под кутикулу. Обратите внимание, подводим под кутикулу и подрастушевываем по всей поверхности. Смотрим за тем, чтобы не налить никуда никаких капель из материала. И смягчаем наш серый кончик. Смотрите, сам по себе градиент получился шикарный, очень красивый. Вот единственное, когда мне этот градиент вообще понравился. Получилось быстро и здорово. Вот именно быстро и именно здорово. Надо, кстати, будет попробовать в других оттенках. В общем, делаем ноготочки на готовность. Больше ничего пилить не будем. Перекрываем финишным покрытием. Готовим наши ногти к дизайну. Сегодня у нас дизайн будет не то, что простой. Он будет элементарный. Ну вот проще этого уже ничего в мире не бывает. Мы берем белый гель-лак. Именно гель-лак, потому что мы потом делать будем присыпку акриловой пудрой. В гель-краску акриловая пудра впитывается плохо, потому что гель-краска довольно-таки плотная. Она довольно-таки густая, поэтому плохо впитывает в себя какой-либо материал. Поэтому мы берем именно гель-лак. И гель-лаком выполняем абстрактные завитки. Ничего здесь не нужно уметь вообще. То есть ни тонких линий не нужно уметь, ни вензелей, ничего. Вот просто возьмите кисточку, посмотрите на нее. Она есть и этого достаточно для выполнения этого дизайна. Просто достаточно, если у вас есть какая-нибудь кисточка. И этой кисточкой выводим вот такие вот кое-где толстые, кое-где немножечко потоньше линии заплетаем их в какую-то спиральку. Чем интереснее спиральку вы здесь заплетете, тем интереснее получится ваш дизайн. Мы решили этот дизайн выполнить на три пальчика, поэтому на мизинчике выполняем вот этот вот уголок пальца. На среднем пальце мы заполним вот такими спиральками полностью всю поверхность ноготка. И на безымянном, вернее на среднем пальчике, выполним в другую сторону уголочек. Получится у нас композиционное соединение между трех пальцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и как я говорила, засыпаем все это великолепие. Акрилом с блестками, заметьте, не безобразие засыпаем. Великолепие, просто шикарный дизайн. Девчонки, ну реально смотрится он отлично. В жизни выглядит потрясающе, красиво, очень по-зимнему, очень по-новогоднему. У нас Новый год уже давным прошел, давным-давно. Ну и ладно, можно к следующему Новому году готовиться. В конце концов, это неискончаемый процесс, всякие разные новогодние праздники. Так вот, вот такие ноготки у нас получились. Как по мне, так просто восторг. Очень здорово, очень нежно, очень снежно, очень вкусно, красиво. Все это блестит, переливается, блестит и замес, из которого выполнены наши ноготочки. И акрил, который посыпан на наши ноготочки. Короче, мы с клиенткой в полном, в дичайшем восторге. На второй руке у нас будет совсем другой дизайн и совсем другое ощущение дизайна. У нас будет весна-весна, поэтому оставайтесь на канале, этот дизайн будет завтра. Я же на сегодня с вами прощаюсь, всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok